Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня видео из рубрики можно, если так назвать, ликбез, то есть ликвидация безграмотности. Про дистиллированную воду, ну или асматическую, потому что чистый дистиллят, чтобы перегонять сейчас кто-то и пьет, но мало кто. А вот воду асматическую пьют, а некоторые умники говорят, повторяя за разными, по сути, неучами, пусть бы любое звание, хоть академик был бы у этого человека, он неуч, который говорит, что вода дистиллированная вредна, потому что вымывает минералы из организма, либо минералы через воду в организм не поступают, а это плохо, приводит к дефицитам. Этот человек неуч, и почему я сейчас вам примитивно просто докажу, вам не нужны какие-то знания биологов либо медиков, чтобы это понять, потому что это простая человеческая логика, а вопрос этот очень важный, и именно поэтому это видео я сейчас решил записать. Многие об этом просто пишут, безапелляционно, как Шариковы заявляют, причем гордо, с радостью, с такой, что, мол, вот так вот, это вредно, мол, пей, значит, мол, любую воду. Вот давайте об этом поговорим, поясню. Итак, если вы не знали, сверхдолгожители, вот те, кто жил там 120 и более лет, всегда были в природе, в тех местах, ну, наверное, там, горы Кавказа какие-то, те или иные народности там, или это северные, так сказать, вот наши республики, или, скажем, территории России, так вот я скажу вам так, что везде, а это замерялось вот разными исследователями, совершенно вот по разной тематике, совершенно даже не к тому, чтобы изучить, какую воду они пили, а просто случайно, так как измеряли просто разные показатели и сферы жизни этих людей, долгожителей. Так вот, вода всегда в источниках, откуда пили воду сверхдолгожители, была мягкая, то есть была лишена солей жесткости в себе. Да, дорогие друзья, наперед скажу. То, о чем я буду говорить, примеры конкретные, про что-то буду вам приводить, смотрите это все по ссылкам под этим видео. Я оставлю вам ссылки на все то, о чем я вам говорю. А что такое дистиллированная вода, вот, чем пугают неучи или дураки остальных людей, или себя, чтобы успокоить? Дистиллированная вода, либо осматическая вода, то есть полученная путем перегонки через систему обратного осмоса, когда через определенные мембраны под давлением вода поступает только, вот, молекулы воды проходят непосредственно, а ничего более, то есть все соли оседают на мембране, смываются потом, что называется, в канализацию. Так вот, вода дистиллированная, либо осматическая, лишена в своем составе соли и жесткости, то есть минералов, микро- и макроэлементов. И, казалось бы, это плохо, ведь минералы нам нужны, и это абсолютно истинная, правда, минералы, микро- и макроэлементы нам жизненно нужны, те или иные, в той или иной пропорции между собой обязательно нужны. Но почему здесь нет противоречий? А люди сразу видят противоречий, потому что система советская, даже не только образование, ведь ладно бы эти глупости говорили там молодые люди до 30 лет, но ведь несут-то и 50, 60 и больше, а потому что у человека есть такое свойство быстро деградировать. И советская система давала, главное, логику человеку, то есть воспитывала аналитическое мышление. Сейчас его, в общем, просто нет, оно уничтожено, а человек, я как уже говорил, деградирует быстро, когда смотрит всякие там сериалы, ток-шоу, там 30-40 лет, все, уходит у него логическое, так сказать, мышление, и причинно-следственной связи он уже не видит. Так вот, в чем тут дело. Минералы, дорогие друзья, которые к нам в организм поступают, и в любое живое существо на нашей планете, поступают, кроме человека, только тогда, когда любое животное, будем о них сейчас говорить, разное от низших до высших, что-то поедают. Поедают каким образом? Естественно, в живом, то есть в сыром виде, ведь в природе, правда ведь, никто не жарит, не варит. А что же происходит, когда человек жарит и варит? Минералы переходят в иное агрегатное состояние. Например, вы слышали все, что есть карбонат, кальций, другие различные варианты кальция, а есть органит кальция, например, и это органическая структура. И здесь огромная разница, и это принципиальное значение, потому что организм любого живого существа может в полной мере усвоить любой микро-макроэлемент, любые минералы, которые находятся в органической форме, то есть в хилатной форме, соединенной с разными органическими молекулами. Уж так устроена природа. Ну, человек ведь или животное какое-то ест цельный продукт. Ну, например, условно говоря, какие-то плоды. В плодах есть там белки, жиры, углеводы, простые и сложные соединения, и, конечно, микро-макроэлементы в той форме, в какой создала и внедрила туда их, скажем, природа или кто верит в Бог, там по своей программе определенной. Это живая структура, а минералы находятся в этой структуре в органической форме. В конце этого видео я приведу для тех, кто невменяем, такие есть, или вам, нормальным людям, кто сможет теперь аргументированно невменяемым людям возразить и доказать, что они просто дураки, ну, хоть бы не кичились дуростью своей. В конце видео я вам, значит, оставлю ссылку, нет, не ссылку. Я приведу вам цитаты из моего другого видео. Об этом чуть позже скажу. Это очень важная информация, смотрите видео до самого конца. А теперь следующее. Насколько важна вода для жизни человека, ну, любого животного, ну, это глупо даже говорить. Там 95-98% в некоторых организмах воды и биохимические процессы, все, происходят в нас, в нашей клетке каждый, только благодаря и посредствам воды. Даже не будем об этом говорить. Да, есть определенные физико-химические свойства, но сейчас мы говорим в целом. Вода – это жизнь. Вода является растворителем, и только вода. Поэтому чай, кисель, компот – это вообще растворы между молекулами воды. Если уже что-то растворено, она как растворитель, как очиститель организма уже работать в полной мере. Такая вода, ну, в составе какого-то продукта искусственно созданного человека не будет. Только вода. Причем только настоящая чистая вода. И поэтому, чем меньше каких-то столей жесткости растворено в воде, тем вода как растворитель, как очиститель работает лучше. Включите простую логику и небольшие знания, ну, самые малые. Как человек, либо любое животное в природе получает минералы? Через еду. Ну, через еду получают минералы. Я имею в виду те минералы, которые реально вовлекаются в биологический оборот, необходимы нам и так далее. И потом, опять-таки, мы же видим примеры, что есть люди, которые пьют практически дистиллированную воду из источников, где мягкая вода. Конечно, какие-то соли жесткости там есть, но там в десятки, сотни раз меньше, чем из водопровода из крана какого-нибудь города. И как же люди или те животные живы? Потому что получают минералы из продуктов питания. Потому что в продуктах питания концентрация, ну, те же овощи, фрукты возьмем, допустим, корнеплоды, неважно. Концентрация минералов там в десятки, в сотни раз больше, чем в воде. Ну, вот в воде они есть, но вы их не видите даже. Только если вскипятите воду, осадок выпадет, и вы их тогда увидите. Кстати, подумайте теперь про жаркую варку. Не то же самое происходит с минералами, что они какую-то иную форму существования своего перешли в иное агрегатное состояние. При термотообработке ведь мы видим, как осадок выпадает. Почему? Что это за осадок? Ведь был минерал растворён в воде, а теперь нет. Ну, сейчас о другом. Вы понимаете, что продукт плотный, а не жидкая вода? Он состоит, конечно, из органики различной, но и из минералов. Так вот, концентрация их там сотни, в тысячи раз может быть больше, чем в воде. Но только ещё раз, в живой, хилатной, органической форме. Это я к тому, чтобы вы не боялись и глупости не повторяли, что как же тогда минералы получать? Да вы из воды мало чего получаете. Только минералы те, которые, если уж вода, извините, сильно минерализована, или если в воде повышенная соль и жёсткость, например, карбонат, кальций или там сульфат различный, то это колоссальный вред. Это для организма вредно. Тогда вы спросите, а как же вот люди на минеральные воды, врачи даже назначают, ездили люди, лучше, легче становилось? То есть, правда, я вам тут одну вещь скажу, что сначала пили сколько угодно, 40 чашек за раз. Описывали ещё во времена Лермонтова на минеральных водах, что так вот люди даже иногда умирали от этого. И не потому, что просто много выпивали воды, потому что почки выходили из строя, потому что там много железа, кальций, и там просто потом стали регламентировать, и врачи стали с умным видом говорить, вот из таких-то источников, которые много там серы содержат, допустим, надо одну-две чашки таким-то образом, оттуда столько-то, и тогда, когда это всё ужали до каких-то разумных пределов, действительно, на курортах люди стали выздоравливать. А знаете почему? Вы, конечно, скажете, а вот потому, что это полезная вода. Нет, потому что люди впервые в своей жизни или за долгие годы впервые стали пить воду. Потому что до этого что они пили? Я уж не говорю про проклятый алкоголь, они пили там кисель, морс, компот. Это только не воду, а это не растворитель. И, наконец-то, у них стало когда-нибудь пить воду, хоть пусть минеральную стали. Во-первых, у них заработала нормальная лимфатическая система, то есть очищение организма. У них, так сказать, у организма дошли руки до глубинных проблем, на которые просто не хватало, ну, воды в данном случае. И вторая причина, почему людям стало лучше, потому что они стали пить щелочную воду. А ведь минеральная вода всегда щелочная. А все среды у нас, организмы, ну, кроме желудочного сока и кое-каких еще исключений, все щелочные, кровь, лимфа, там, слюна, спинномозговая жидкость, все щелочные. И организмы у людей впервые за долгие годы и десятилетия стали приходить в норму реакции. То есть в плане ощелачивания сред, приведение их в свою вот эту природную необходимую норму реакции, которая необходима для протекания нормальных обменных процессов. И потому одно лечим, другое калечим. Ну, то, что хорошо, видно сразу, и люди поэтому начинают говорить, что минеральные всякие воды полезны. Нет, не полезны, просто люди стали пить воду. Так вот, пить воду надо, пить воду надо мягкую, а минералы все получать из продуктов питания. А чтобы получать из продуктов питания, ну, вот тут действительно проблема, что многие сейчас почвы бедны, и поэтому продукты, выращенные на этих почвах, просто не имеют в своем составе нужных минералов. Поэтому в наши дни, чтобы быть здоровым, не обойтись без биологически активных добавок, то есть концентратов тех или иных минералов, витаминов, жирных кислот. Но в целом суть не меняется. Так вот, а как получить минералы? Ну, в общем, знаете что, самый простой способ. Да, конечно, выращивать надо на почвах, которые богаты минералами. Это может быть сапропель, ну, озерный ил, который добавляется на грядки. Там пусть даже там навоз, я противник этого, там есть свои минусы большие, но если на заливных лугах коровы там пасутся, и вот этот навоз, то да, тогда можно вносить тоже в огороды. Эти минералы перейдут в почву, а значит, в те растения, которые вы выращиваете на этой почве. Это очень хорошо. Про магазины я молчу, про всякие там выращенные на огромных комбинатах, там, теплицах накрытых я молчу, потому что там гидропоника в основном. А туда добавляют, ну, 5-7 основных минералов и всё. А их сколько всего вы видели, таблицу Менделеева? Ну, а растения знают, какие надо по своей природной программе избирать. Ну, я сейчас абстрагируюсь от этого и говорю чисто вот по такой природной логике и знаниям. То есть, вот смотрите, всё, что зелёное, тёмно-листовая зелень, ботва, например, той же свеклы моркови или там монгольт специальный такой, листовая свекла, да. Это очень полезно. Дикоросы, без них не обойтись, вот наше спасение. Это крапива, сныть, лебеда. Хотя бы третьи культуры. Кстати, у нас в нашем интернет-магазине nadgard.ru или продукты от Фролова, а мы отсылаем в любые города России или страны мира, есть крапива, сныть и лебеда именно в порошке, в микропорошке. Это вакуумная сушка, то есть с сохранением всех природных свойств, витаминов, минералов, жирных кислот. И это можно добавлять по столовой, ну или даже хоть по десертной ложке в салат, раз, там в день, и это уже будет огромное дело. Можно там менять, чередовать две-три культуры. Например, утром крапиву, в обед сныть. Ну а на следующий день там другие две. Или те же самые, крапива та же и даже сныть. Или лебеда, ну это просто три рекордсмена. Они содержат в своем составе, там, ну практически все минералы. Или принимать фукус, но только в гелеобразной форме натив, не в сухой форме. Это бессмысленно. Почему я в своих видео специфических про фукус это все пояснял? В общем, да, ссылки все, о чем я вам говорю, я оставлю вам под этим видео. Да, конечно, есть два суперконцентрата, так называемых суперфуды, это хлорелоспирулина, водоросли. Не буду в рамках этого видео говорить про эти плюсы все. Видео у меня об этом были, тоже оставлю. Но органическую, натуральную, без химии и выращенную не в лабораториях, а именно из природы добытую, то есть это огромная разница. Вот хлорелоспирулину, я вам оставлю ссылки на них тоже под этим видео. Принимать их можно и совместно с крапивой, снытью там лебедой, и с травами, зеленью, безусловно, как добавку. Хуже не будет, только лучше. Организм сам возьмет то, что ему надо из этого множества. А там есть практически все, тем более именно в природной форме. А не в лабораторной культуре, куда так же, как на гидропонике, на этих крупных аграрных комбинатах добавляют воду, и гидропонику крутится все на мочалках, на каком-нибудь там вате минеральной, что вообще допустить просто нельзя. Вот корни прям ватями. И оттуда добывают они через проходящую воду вот эти минералы, которые туда добавляют. Это, конечно, страшное дело. Пару слов еще про соль. Вот кто-то скажет, вот повареная соль, ну, тема отдельная, но я прям совсем кратко скажу, что повареная соль варят. Вот представьте, что при варке, опять-таки по аналогии, скоро вы поймете, скоро вы поймете, получается. А есть же каменные. Ее добывают как бы в штольнях, ну, способом, как вот уголь, добывают отбойниками, там, проходческие эти машины. Вот эта соль образовалась и при естественной упарке от солнца, когда высыхали те или иные старые там моря, океаны. И вот есть такая элецкая соль. У нас на другом сайте, только nadgar.net, есть эта каменная соль, которая не прошла термообработку. И вот такая соль, по крайней мере, чтобы посыпать там салаты или что-то скотяное, но это совсем другое дело. Там действительно есть, кроме натрия, много других минералов. Ну, если уж солите что-то, вот, по крайней мере, это мой вам совет. Где, говорит, некоторые пишут купить настоящую соль, понимая, как вредно поваренная или добываемая с морей, потому что там микропластик и с солью идут наночастички микропластика. Поэтому только у нас один вариант. Это внутриконтинентальная соль, которую добывают где-то в горах. Ну, вот, как элецкую соль, настоящую только, неподдельную. Можете у нас ее приобрести на нашем сайте по зерне. Это сайт о белоорганическом зерне и бобовых. И там еще есть соль вот эта, настоящая каменная. Ссылку оставлю под этим видео. А можно жить вообще без соли, вот, не принимать даже соль? Можно. Я знаю таких людей, как десятки лет живут. В общем, здоровые люди. Кстати, есть такой профессор или академик там, ну, Савелов Дерябин через Дефис. Я когда, лет 20 назад с ним общался. Не знаю, жив сейчас нет, но, скорее всего, да, человек крепкий, сильный. У него была книга даже о как раз соли, что это как раз неестественно потреблять. Это не агитация. У меня, наоборот, есть видео на канале, где я объясняю, что соль полезна и нужна в определенных количествах небольших. Но, тем не менее, практика критерий истины. И здесь нет противоречий. Потому что, поймите, если в зелени, в продуктах, глобальнее говоря, хватает всего, то есть минералов, то добывать и посыпать солью или что-то искусственно увеличивать концентрацию не нужно. Я это специально про соль сказал, как бы так вот, знаете, преувеличил, ну, то есть возвел в степень эту проблему. А ведь мы сейчас говорим о воде. А в ней, в воде, концентрация минералов иная, и они нам не нужны. Но зато, если мы будем пить воду после системы обратного осмоса, тогда мы получим все те преимущества очищения организма, которые, ну, вот не все, к сожалению, понимают. Так, теперь про систему обратного осмоса. У всех практически стоят с бачками, такие, знаете, как гидробак. Ну, как огромные бывают для системы водоснабжения, есть маленькие бачки, которые вот такие вот, там, литров на пять, да, ставятся под раковину. Ну, и несколько картриджей, несколько, вот обычно три вертикально, один сверху горизонтально. Ну, разные системы есть. Эти системы вредны чем? Вот, если разрезать бачок через год-два эксплуатации, то вы увидите, что там все покрыто слизью. Это бактериальный налет. Ведь поймите, вода в бачке стоит круглые сутки, там находится. Потому что, ну, вы же не пьете, вот прям не высушивая до капли, что называется. Открыли кран, вода уже, потому что бачок есть, потекла, нам налились стакан-два, кувшин, чайник. Ну, и там половина условно осталась, или треть, или четверть. А потом добирается все это, и стоит ночью, стоит круглые сутки. И это огромная проблема. Нельзя использовать системы с бачком. Слава богу, есть проточные системы. На две модели, две. Я ссылки вам оставлю прямо под этим видео. Ну, будет на системы обратного смысл. И вы зайдите посмотреть, можете их приобрести. У меня только такие везде стоят. Теперь, потому что и у детей, и везде я поставил, потому что это логично. Да, там большее количество мембран. Там идет свой насосик, который увеличивает давление, чтобы успеть за единицу времени протолкнуть в реальном времени астматическую воду. Там есть система на литр в минуту, на два литра в минуту. Кстати, более дешевая на два литра в минуту. Ну, просто там новейшие технологии. Там единственный минус картриджа меняются все комплектом. А в том более дорогом, где литр в минуту, можно менять по картриджам разным. То есть, по штучной, что называется. А так, даже дешевая модель гораздо мощнее и совершенно того же качества фильтрации. И вот эта система обратного осмоса идеальна, потому что там нет застоя воды. И там я даже советую. Вот первые краны открываются, вода потекла, мотор заработал, давление пошло. Вода потекла уже чистая, дистиллированная. Ну, после системы обратного осмоса. И вот первые, ну, скажем, там, ну, условно, пять секунд слейте, не используйте. И потом набирайте. Ну, то, что в мембранах есть, вода, она просто протолкнется. А уже через пять секунд потечет вода, которая вот в реальном времени вырабатывается. И через мембраны проходит чистая вода без солей жесткости. Вот такой вот ценный совет. А ссылки на эти вот лучшие системы, безопасные системы, я вам оставлю. Можете приобрести их. Так, идем дальше. А вот теперь, дорогие товарищи, послушайте отрывок. Очень важно из моего видео. Я знаю, что если я просто ссылку оставлю, да никто не посмотрит. А так хотя бы из-за лени, ну, вот посмотрите, не переключаясь сейчас. Это доказательство того, потому что некоторые умники, нет разницы между органическими и неорганическими минералами. Даже видео там поснимали какие-то неучи. Ну, вот понимаете, как вы думаете, кто умнее больше знает. И более того, с учетом бизнеса западного, американского, который боится чего? Судебных исков. Ведь там любят судиться, в Америке, вы же знаете об этом. И на миллионы, на миллиарды отсудят что угодно, если что-то не так. И вот потому это абсолютно истина, что стократно проверено. И даже такие крупнейшие гиганты, как Солгар, производитель витаминов, минералов, американская фирма и другие, я там привожу примеры, что написано у них в брошюре по поводу разницы как раз, которую они прямо подчеркивают между органическими и неорганическими, только не минералами, а формами минералов. Вот это очень важно, послушайте сейчас этот отрывок. Я зачитаю из данной брошюры то, что касается нашей темы. И дело, конечно, не в самой фирме, я ее вообще не представляю, и проценты с нее не получаю. А дело тут в ее официальных заявлениях, ответственности, гарантиях и в знании технологий и биохимии. Ну, в отличие от горлопанов-неучей, утверждающих, что нет разницы, какие минералы поступают с пищей или добавками к нам в организм. В органической форме или в неорганической. А также то, что после варки минералы якобы не изменяются, и мы их усваиваем в любом случае. Итак, начинаю. Первое. Цитрат кальция с витамином D3. Есть такой у них препарат. Причем цитратная форма кальция, в отличие от карбоната кальция, хорошо усваивается организмом даже при пониженной кислотности желудка. Прием цитрата кальция способствует подавлению процесса камнеобразования в почках. Конец цитаты. Идем дальше. Второй элемент. Медь. Компания Solgar гарантирует, что таблетки хилат меди содержат медь в хилатной форме, что обеспечивает их быстрое усвоение и эффективное действие. Третий минерал. Хром. Фирма гарантирует, что пиколенат хрома содержит оптимальную дозировку хрома в легко усвояемой органической форме. Еще одно подтверждение того, что бывают органические формы существования минералов, и не правы те выскочки, которые выпендриваются и говорят, что этого не существует, разницы нет никакой и тому подобное. Вы поняли? Есть разница. И она принципиальная разница между органической формой существования минерала и неорганической. Следующий, четвертый минерал цинк. У меня было видео о нем. Входящий в состав флавоцинкцитрат и глюконатцинка легко усваивается организмом и в отличие от неорганических форм цинка, вы поняли, прямо черным по белому, и они за каждое свое слово отвечают миллионами долларов. Еще раз. Цитрат и глюконатцинка легко усваивается организмом и в отличие от неорганических форм цинка, то есть разница есть, и она огромна, не вызывает тошноту и другие побочные эффекты со стороны ЖКТ и так далее и тому подобное. Пятый важнейший элемент – селен. Вот что пишет компания Solgar. Наша компания производит селен в легко усвояемой органической форме. Селенометионин. Ну и далее по тексту. А теперь, дорогие товарищи, открываем другую брошюру фирмы Nature's Bounty. Тоже компания США, производящая препараты более 40 лет. Одна из крупнейших в США. Она тоже пишет про хилатную форму цинка, про цитрат цинка, органическую соль магния, которая хорошо растворяется в воде и усваивается. Пишет дальше следующее. Железо в форме без глицината представляет собой органическое соединение, которое обеспечивает высокую степень усвоения и так далее по тексту. Вы понимаете ответственность этих компаний, которые вращают миллиардами долларов? Если бы хоть слово было неверным, а не то, что принципиальнейшие вопросы медицины и биохимии, то их бы давно засудили моментально. Там только и рыщут адвокаты и хитрецы на ниве судебных тяжб и разорили бы их давным-давно. Ну как, понятно? Теперь пошлите ссылку на это видео тем, кто твердит, что дистиллированную воду осматическую пить вредно раз, чтобы они хотят очнулись. И второе по тем, кто говорит, что нет разницы между органическими и неорганическими формами минералов. И еще, конечно, сейчас из еды не получить все необходимые в полном объеме необходимым нам минералов. Не получить, потому что почвы бедны. Вот, например, мое видео «Лес и почва». Посмотрите его. Что делать? Конечно, такие минералы, как цинк, селен, необходимо принимать дополнительно. И здесь, безусловно, я советую, конечно, лучшую форму, где самые высокие КПД донесения минерала именно до каждой клетки – это липосомальные формы. Ссылку на все, какие существуют сейчас именно в липосомальной форме минералы и витамины и жирные кислоты я оставлю вам. Ну, про жирные кислоты – это препараты профессора Исаева, безусловно. Так вот, ссылки две тогда, значит, я вам оставлю на липосомальные препараты и на препараты профессора Исаева прямо под этим видео. Смотрите, заходите на каждый вот этот витамин-минерал, читайте описание, но почти под каждым есть мое видео на страничке сайта видео. И вы можете просто потом посмотреть. Ну, чтобы я вам здесь не оставлял, там, десятки ссылок про, там, цинк, витамин D3, К2, ну, это абсурд, лучше сделайте вот таким образом, как я вам сейчас поясню. Да? Так. И напоследок еще две важные вещи. Вот я вам про осматическую воду сказал, вообще про воду, но поймите, у воды есть определенные физико-химические свойства. Какие нам нужны? А такие, какие у нас замерены в каждой клетке? Ученые давно уже замерили, какие физико-химические свойства есть, то есть вода обладает ими, в нашей клетке, в межклеточном пространстве. Это ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, там, минус 30-40 милливольт, да? Это и коэффициент поверхностного натяжения какой там, и так далее, и так далее. Короче говоря, есть решение этой проблемы, потому что воду, которую мы пьем, это мертвая вода. Да, но дело не только в мертвой в плане ПЭШ, а самое главное, отсутствие самых важных свойств воды. ОВП, особенно наличие избыточного, ну, в определенной воде, стандартной воде, наличие молекулярного водорода, который является мощнейшим антиоксидантом и не только. Там много у него важных свойств. Поэтому посмотрите, вот тут я вам прям настоятельно рекомендую конкретную посмотреть лекцию о приборе, персональном генераторе водорода и свободных электронов, новейшей, вот уже, там, шестое или седьмое поколение этих приборов, персональном ОВП-не. Вот ссылку на него я оставлю вам раз, и ссылку на это видео, которое посмотреть стоит, я оставлю это два. Ну, говоря вот о физико-химических свойствах воды. Я уж не буду говорить про мои видео, где я расшифровываю все физико-химические свойства, то есть, какие они бывают, за что отвечают. Такое видео захотите сами на моем канале найдете. Можно в Ютубе просто набрать и на будущее имейте в виду, например, фролов, там, физико-химические свойства воды, и тогда вы это видео найдете, да, ну, и также по аналогии действуете по любой теме, по здоровью. И последнее. Вы же, надеюсь, я, понимаете, что дышать грязным воздухом, особенно, ну, что значит грязным, это как-то так аморфно, ни о чем, зараженным тяжелыми металлами и прочей гарью-гадостью от машин, от заводов нельзя, иначе это гарантированный рак, вопрос времени. Причин рака, конечно, много, но это одна из них, безусловно, одна из главных, особенно главное для жителей городов, где котловины типа Норильска природные, да, где застойный воздух для Казахстана почти всего, потому что там в миллионниках городах люди, в основном, в двух живут, и там как раз это котловина природная, и горы, вернее, вокруг, и застойный воздух. Это страшно вредно. Поэтому есть системы, наконец-то, вот у меня, например, у родителей стоит, у моих детей стоят, значит, когда в квартире продырявливается стенка, это делается за полчаса профессионалами, и вставляется туда труба, снаружи красивая заглушка в цвет стены дома с внешней стороны, а внутри ставится, соответственно, этот прибор, который забирает грязный воздух с улицы и фильтрует его через систему своих фильтров, и выпускает чистейший, свежий и чистый, без грязи, без пыли, или, кстати, убираться надо меньше, не пылится почти, внутрь в квартиру, и это, конечно, надо ставить в идеале, ну, во всех комнатах, ну, хотя бы, или в двух противоположных, если на разные стороны выходят, ну, по крайней мере, на тех, которые выходят на улицу, это просто, как говорится, необходимо. Вот, потому что если вы не будете задерживать в системах фильтры, это всё, то есть свинец, прочий тяжёлый металл, то это будет у вас в лёгких, а значит, это идёт в кровь, это воздействует сразу на лёгочную ткань, через кровь на любые клетки и ткани нашего организма, и это один из главных онкогенных факторов. А теперь у вас есть такая уникальная возможность изменить это, то есть спасти себя, детей, близких, родных. Значит, я вам оставлю ссылку обязательно на вот эти системы фильтрации воздуха и ссылку на это видео, где я уже подробнее с моим коллегой всё это поясняю, что это такое, как ставится, зачем, почему, ну, в общем, подробное об этом видео. Итак, в этом видео я разобрал тему глубже, чем просто говоря о воде дистиллированной осматической. Но эти темы, согласитесь, между собой напрямую связаны. Это очень важно. Ну, надеюсь, видео было полезным, насыщенным. И теперь переходите по ссылкам, которые я вам оставил под этим видео, на всё то, что вас заинтересовало, вот то, о чём я вам говорил. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!